обалдеть да это обалдеть можно привет сегодня с вами опять любимый любимый а я уже любимый любимый ленивый повар который готовит шарлотку яблочная шарлотка домашняя уютная потрясающее блюдо которое знают и умеют все готовить но я вам покажу как это сделать вкуснее чем у всех нам понадобится водичка для того чтобы яблоки не темнели когда мы их будем очищать лимон обязательно если вам нужно выжать фреш нужно лимон прокатать прокатать затем разрезать для чего мы это делаем прокатать чтобы выжать весь из него фреш то есть сок лимона выдавливается хорошо когда ты его прокатаешь нам именно и нужен сок для того чтобы не потемнели яблоки шарлотка это же сразу понятно да что это не русское блюдо скажу вам честно есть несколько баек по этому поводу первая из них что один известный повар влюбился в даму по имени шарлотта и назвал в честь нее этот пирог это мне больше всего нравится такая история которую можно объединить с другой пекли из остатков хлеба сначала вообще даже не пекли а просто хлеб замачивали с ягодами которые оставались и корки оставшегося хлеба тоже замачивали да затем сначала подавали как пудинг а потом запекали наши же как обычно да у нас что есть из ягод скажите мне зимой я вам отвечу у нас есть только яблоки наши соединили все это дело тоже замачивали начали делать из хлеба а затем постепенно уже так к нам и пришла знаменитая шарлотка берем килограмм яблок пол лимона вода здесь где-то литр да то есть вода нам больше не понадобится с лимоном показываю как резать яблоки старайтесь резать от себя яблоки перевернуть чтобы ничего не лозила вот так не нужно резать вот так хорошо вам будет удобно раз еще раз два все раз от себя два затем раз все то же самое всегда делайте все от себя это не сложно раз ленивая шарлотка продолжаем это на самом деле просто отделить желток от белка можно отделять по разному я покажу самый простой способ для домохозяев чуть-чуть об стол есть несколько до способов один из них вот такой раз затем раз назад в скорлупу и сюда как делает профессионала чуть-чуть об стол разорвали и затем вот такими движениями да есть еще один способ который понравится всем раз вот так чуть-чуть смочили взяли знаменитый желток раз да еще разок все вот так мы отделяем желток от белка облизывать пальцы не рекомендую для шарлотки нам понадобится 4 яйца мы отделяем желток от белка желток мы добавляем 200 грамм сахара а в белок мы добавляем щепотку соли что нам нужно взбить и то и это взбить лучше венчиком блендером если у вас его нет можно взбивать пока руки не отсохнут ну лучше конечно воспользоваться тем что есть сначала рекомендую взбивать на маленькой скорости вначале может показаться что это нереально чуть-чуть перемешали добавляем сливочное масло 50 грамм сливочное масло должно быть видите это комнатная температура сливочного масла но ни в коем случае не топленая не нужно его топить 50 грамм сметаны какая сметана в шарлотку ребят добавьте сметану пусть эта кислота разойдется с разрыхлителем и вы увидите эту реакцию это будет невесомая шарлотка с яблоками невесомая шарлотка по чуть-чуть добавляем скорость белок взбиваем с солью на максималках turbo обращаю ваше внимание что когда ты взбиваешь белок миска должна быть сухая немного пару на вас миска сухая венчик чистый первым делом нужно взбить белок там будет миллионы пузырьков которые будут держать эту массу невесомой соль добавляем для того чтобы он взбился на максималках то есть намного быстрее будет белок взбиваться с солью и так проверяем это белок он взбит хорошо всегда ну попробуйте сначала вот так затем над головой это будет высший пилотаж вы взбили белок правильно затем мы взбиваем желток с сахаром сметаной и илочным маслом мы берем 200 муки вспомнили да что мы взяли 200 сахара 200 муки нужно будет муку обязательно просеять да это делается прежде всего для того чтобы ничего не попалось до в муке мало ли там что какой бы ни был проверенный производитель доверяйте сами себе мы берем тертая корица здесь получилось пол чайной ложки 1 чайная ложка с горочкой это разрыхлитель все перемешиваем силиконовой лопаткой что нужно делать потихоньку добавлять яблоки яблоки вот эти вот они с водичкой выливать с водой не нужно нужно просто добавить яблоки сейчас мы добавляем белок в три приема о яблочки уже податливые да то есть уже врубили что они будут в тесте да и мы их не сразу шокировали 2 белок первый раз когда вы добавили белок можете хорошенечко перемешивать да затем уже когда 2 3 не нужно так суперски взбивать да все добавляем 3 прием белка взбитого перемешиваем все к себе стараемся как говорят французы все к себе счастье удачу успех золото смотрите я до конца не вымешиваю да вот этот белок он все равно остается это классно нормально и так должно быть если где-то неравномерно поправьте сами хорошо тоже яблоки они не могут упасть ставим запекать на 170 градусов 35 минут у меня реально профессиональная печка поэтому я ставлю 170 градусов 35 в домашних условиях это 180 градусов 45 минут для нашей шарлотки вам понадобится соленая карамель подробный рецепт как ее приготовить есть уже на канале подписывайся это она сейчас теплая когда она будет холодная она будет еще вкусней шарлотка готова прошло 35 минут у меня в профессиональной печки у вас это будет 45 минут должен быть золотистый цвет видите все вот так разорвало его все по-домашнему обратите внимание что я говорил что будет неравномерно да как у всех на самом деле все получилось очень даже равномерно как проверить готовность шарлотки нужно взять деревянную шпажку если у вас нет это будет зубочистка воткнуть воткнуть как можно дальше это значит под наклоном лучше делать и достать ее вот на ней вот это только яблоки это не тесто это именно яблоки если в тесто а тут везде яблоки короче все готово какая у нас ароматная классная вкусная безумно красивая получилась шарлотка вы смотрите какая она невесомая смотри она просто она прям вам не передать насколько она невесомая какая она крутая с этим кольцом до чтоб не было беды вам вам будет очень сложно снять потому что она реально жива вы можете просто посыпать пудрой да и на этом все закончено но я же профессионал да и хочу чтобы это было вау это эффект должен быть вау чтобы был такой эффект возьмите самый вкусный но в то же время до дешевый продукт это хурма кто-то любит пожестче я люблю мягкую хурму чтобы прям вот ешь и наслаждение получалось все таяло нарезать хурму нужно произвольно мы берем соленую карамель не забываем до что ваша лодка еще как не как горяченькая все будет течь галочки слева вы увидите рецепт этой соленой карамелью которую я сварил за 15 минут включил таймер наглядно чтобы вы видели за сколько я это все сделал берем хурму татусь да она мягкая да она там такая сякая вы пожалуйста бойтесь не бойтесь да так бывает до хрума мягкая да я именно взял такую чтобы вы видели что а это будет прям вкусно да вы возьмите одну такую одну такую вот как я раз раз возьмите орехи закиньте шарлотка карамель затем резаная хурма орехи берем что еще у нас есть у нас есть клюква понимаете мы делаем из нее картинку но не не супер дорогую и в то же время русский продукт мы приготовили на мой взгляд одну из самых красивых шарлоток с яблоками с хурмой и клюкой такой шарлоткой не стыдно было назвать одному известному шефу именем простой девушки шарлотта когда он не влюбился мне кажется это очень романтическая история которая переливается в эту вкусноту я уже не могу блин говорить давай резать и есть и показать в разрезе насколько она крутая время есть так обалдеть да это обалдеть можно получились яблоки видите целое воздушное невесомое тесто я не знаю это космос какой-то очень часто но когда мы мы Субтитры создавал DimaTorzok